КОНЕЦ КОНЕЦ Москва. Красная площадь. С ней связана вековая слава русского народа. Отсюда шли дружины Дмитрия Донского на Куриковскую битву. Здесь собиралось войско Минина и Пожарского. Не раз видела Красная площадь у своих древних башен великого Ленина. И здесь, 7 ноября 1941 года, на весь мир прозвучали слова о грядущей победе. Отсюда уходили полки на защиту родной Москвы. Сегодня, 24 июня 1945 года, здесь страна встречает своих сыновей, вернувшихся с победой. Девять часов утра. На Красную площадь идут избранники народа, депутаты Верховного Совета СССР, генералы, адмиралы, герои Советского Союза, герои социалистического труда, мастера искусства и литературы, стахановцы московской фабрики и заводов, дипломатический корпус, члены военных миссий. КОНЕЦ Дважды герой Советского Союза Папанин. Маршал танковых войск, ротмистров. Пасол Соединенных Штатов Америки, господин Гарриман. Прославленный на весь мир маршалы Советского Союза, направляется к частям своих фронтов. На площади и прилегающих улицах выстроились войска действующей армии и московского гарнизона. Их построение точно соответствует расположению боевых фронтов Отечественной войны. С севера на юг, от Ледовитого океана до Черного моря. В таком же порядке стоят сводные полки фронтов и на Красной площади. Карельский фронт. Командующий фронтом маршал Советского Союза Мерецков. Ленинградским фронтом командует маршал Советского Союза Говоров. Воины 1-го Прибалтийского фронта. Командующий 1-м Прибалтийским фронтом генерал армии Баграмян. 3-й Белорусский фронт. Командующий фронтом маршал Советского Союза Василевской. Славные знамена 2-го Белорусского фронта. Дважды герой Советского Союза генерал-толковник Батов. Герои 1-го Белорусского фронта. Дважды герой Советского Союза генерал-толковник Чуйков. Представители польских боевых соединений. Они вместе с Красной армией сражались за независимость и свободу демократической Польши. Командующий 1-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Конев. Имя этого летчика известно всему миру. Трижды герой Советского Союза полковник Покрышкин. Дважды герой Советского Союза майор Глинка. Маршал танковых войск Рыбалко. Командующий 4-м Украинским фронтом генерал армии Еременко. В сводном полку 4-го Украинского фронта 77 Героев Советского Союза. Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Малиновский. Командующий 3-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Толбухин. Сводный полк военно-морского флота. Вице-адмирал Фадеев командует легендарными защитниками Севастополя, Одессы, Ленинграда. 200 знамен разгромленных гитлеровских армий. В знаменах валенных дивизий СС, Мертвая голова, Великая Германия. Дивизий Кейтеля, Дубериана. Личный штандарт Адольфа Гитлера. Сегодня, как символ поверженной в фраг фашистской Германии, склонены эти знамена к ногам победителей. 9 часов 55 минут. На Красную площадь направляются руководители партии и правительства. Товарищи Молотов, Микоян, Ворошилов, Вознесенский, товарищ Калинин, Жданов, Андреев. Товарищ Сталин. Товарищ Сталин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Принимает парад маршал Советского Союза Жуков. Принимает парад маршал Советского Союза. 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 Четыре года назад немецко-фальшал Советского Союза. Война с фашистской Германией этим коварным и сильным врагом явилась для нас тяжелым и грозным испытанием. Дело шло о жизни и смерти Советского Союза. О жизни и смерти народов Советского Союза. О том, быть нашим народом свободными или впасть в порабощение. В начале ход войны был неблагоприятным для нас. Мы терпели военные неудачи. Враг подбирался к сердцу нашей Родины, Москве, и готовился торжествовать победу. В то время не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш советский народ, наша Красная Армия и падали духом. Вдохновляемые партией, мы были твердо уверены в победе своего права дела. Отстаивая каждую пять родной земли, проявляя в боях чудеса героизма, Советские войска настойчиво учились бить врага, наверняка, бить во всем правилам военной науки. И они этому научились. Отразив натиск немецких войск, Красная Армия перешла в решительное наступление, очистила от врага советскую землю, перенесла войну на территорию Германии, на голову разгромила хитлеровскую армию и водрузила с нами победы над Берлином. Так, поплые немецкие захватчики разделили участь прочих захватчиков на нашу священную землю. Подняв медь против нас, немцы нашли гибель от нашего меча. Соединенными усилиями великих держав Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Великобритании, фашистская Германия повержена в прах. Ее чудовищная военная машина разрушена. Преступное хитлеровское правительство уничтожено. Очаг немецко-фашистской агрессии в Европе ликвидирован. Человечество избавлено от своего злейшего врага, иранского фашизма. Отечественная война завершена. Одержана победа, какой еще не знала история. Источниками этой великой победы являются наш социалистический строй. Мудрое руководство большевистской партии, правильная политика Советского правительства, морально-политическое единство народов нашей страны, исполинская сила Красной Армии и доблестный труд советского народа. Поздравствует наша победа! Слава победовастным воинам, отстоявшим честь, свободу и независимость нашей Родины! Слава великому советскому народу! Народу-победителю! Слава вдохновителю и организатору нашей победы великой партии Ленина Тура! Слава 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 великой партии Ленина Тура! Парад открывает сводный полк Корейского фронта! Свои знамена они принесли из далекого Заполярья, где среди болот и скал громили врага! Слава великой партии Ленина Тура! Долгие месяцы блокады они сдерживали врага на подступах к городу-герою! Враг всеми силами рвался к великому городу Ленина, но воины стояли насмерть, выстояли и отбросили его далеко за пределы нашей страны! Слава великой партии Ленина Тура! Генерал армии Баграмян возглавляет сводный полк 1-го Прибалтийского фронта! Эти войска с боями прошли до Рижского залива и завершили разгром земландской группировки врага! Водный полк 3-го Белорусского фронта, фронт, на долю которого выпала честь первым перешагнуть границу фашистской Германии и штурмом овладеть ключом к Восточной Пруссии городом Кёнигсберг! Второй Белорусский фронт! Второй Белорусский фронт! Они совершили героический прорыв на Одере и вышли на берег Балтийского моря! ПОДПИШИСЬ! 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 Тридцать шесть боевых знамен несут лучшие воины сводного полка 1-го Белорусского фронта! Они овладели Рейхстагом и водрузили знамя победы над Берлином. Боевые знамена польского войска. С ними шли воины в битвы за свободу и независимость демократической Польши. Первый украинский фронт. Его путь от степей Украины до Праги, тысячи километров через всю Украину и Польшу, Силезию, Саксонию, Чехословакию прошли эти легендарные войны. Генерал армии Еременко ведет 7 батальонов сводного полка 4-го украинского фронта. Войны этого фронта прошли с боями от Сталинграда до берегов Черного моря и прорвались через Карпаты. КОНЕЦ Второй украинский фронт. Они освободили Украину и создали немцам знаменитый Корсин-Шевченковский котел. Их путь от Белгорода до Будапешта. Третий украинский фронт. Войны этого фронта пронесли славу русского оружия от берегов Дона до Альпийских гор. Они освободили Болгарию, ее столицу Софию и изгнали немцев из Вены. Моряки. Моряки. Защитники Одессы. Участники героической обороны Севастополя. Участники десантов и штурмов. Керчи, Новороссийска, Таганрога, Мариуполя, Констанце и Варны. Балтийские комендоры, уничтожавшие немецкие дивизии у стен Ленинграда. Керчи, Новороссийска, Таганрога, Мариуполя, Констанце и Варны. Керчи, Новороссийска, Таганрога, Констанце и Варны. Керчи, Новороссийска, Таганрога, Констанце и Варны. Керчи, Новороссийска, Таганрога, Констанце и Варны. Парад частей московского гарнизона открывает сводный полк Наркомата обороны. Военная академия имени Фрунзе. В ней учился легендарный Чапаев. Учились маршал Будённый, прославленные полководцы Великой Отечественной войны. Маршал Иконев, Мерецков, Малиновский, Колбухин. Учебные заведения Красной Армии. Керчи, Новороссийска, Таганрога, Констанце и Варны. Керчи, Новороссийска, Таганрога, Констанце и Варны. Таганрога, Констанце и Варны. Керчи, Новороссийска, Таганрога. 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 На Красную площадь вступила прославленная советская боевая техника. Парад техники открыли полки противовоздушной обороны. В грозной ночи первые этапы войны охраняли они священное небо Москвы. Керчи, Новороссийска, Таганрога. Керчи, Новороссийска, Таганрога. Керчи, Новороссийска, Таганрога. Керчи, Новороссийска. Продолжение следует. Гвардейские минометы. «Катюши» так ласково прозвал их советский народ. Батареи противотанковой артиллерии, орудия кинжального огня. Это они громили королевские дигры и пантеры. Советская артиллерия. Лучшая артиллерия в мире. Это она сметала с лица земли долговременные линии железобетонных укреплений врага. Повергла в прах ворты Кёнигсберга, Бреслау и Познани. Былые орудии навсегда запомнит поверженный Берлин. Бреслау и Познани. Бреслау и Познани. Бреслау и Познани. Советские танки. Сила, перед которой не устояла хваленная немецкая техника. Познани. 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 КОНЕЦ В этот день, мимо древних стен Кремля, прошла живая история Великой Отечественной войны. КОНЕЦ КОНЕЦ Вечером тысячи огней зажгла Москва в честь победителей. На поздней ночи на улицах и площадях продолжался праздник. КОНЕЦ Парад победы. Итог героического пути нашего народа, пройденного под руководством Ленинской коммунистической партии. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ